Всем привет, меня зовут Дима Семенищев, и мы сегодня продолжаем говорить про импровизацию. Сегодня совсем маленький ролик, но очень важный, и мы поговорим о такой вещи, как альтерированный звукоряд. Вообще, я не уверен, что вы сможете встретить именно такое выражение, как альтерированный звукоряд во многих из учебников. Как я его понимаю для себя? Это звукоряд, с помощью которого мы можем обыгрывать доминантовый аккорд. И его фишка в том, что мы должны максимально двигаться по этому звукоряду, используя альтерированные ступени данного аккорда. Давайте будем, как обычно, существовать в до-мажоре. Доминанта к до-мажору это в соль-септ. Альтерированных ступеней всего 4. Это низкая девятка, высокая девятка, высокая одиннадцатая и низкая тринадцатая. Для соль-септа это будут такие ноты, как ля-бемоль, низкая девятка, ля-диез или си-бемоль, это высокая девятка, до-диез это высокая одиннадцатая и ми-бемоль это низкая тринадцатая. Сейчас мы будем играть последовательность 2-5-1 в левой руке. И для начала обыграем эту последовательность просто до-мажорной гаммой. Это будет звучать примерно так. Все звучит, все хорошо. Вы можете, конечно, сказать мне, Дима, в предыдущем ролике ты говорил о том, что доминанта обыгрывается лидийским и кса-лидийским, а здесь ты используешь просто миксолидийский от ноты соль. Да, но в данном случае нота до является проходящей, она не на сильную долю, и поэтому никаких проблем для нас нет. Но согласитесь, первая последовательность вообще не звучит как джаз. Теперь проведем такой эксперимент. Ре минор будем обыгрывать рейдорийским, который абсолютно равен натуральному до-мажору. И по нотам натурального до-мажора мы будем просто подниматься наверх. А вниз мы будем спускаться, используя ноты альтерированного звука ряда. И принципиальная вещь, которую нужно делать, это начать сразу же с альтерированной ноты. И не поверите, она у нас всегда будет рядом. Сыграем эту последовательность от ноты до. И согласитесь, эта звука ряда звучит очень богато и очень интересно, и конечно же более джазово. Теперь сыграем его от ноты Ре. Теперь от ноты Фа. Теперь от ноты Соль. От ноты Ля. И от ноты Си. Я надеюсь, вы обратили внимание на одну важнейшую закономерность. При движении вниз у нас всегда рядом есть альтерированная ступень. И когда мы начинаем с нее делать ход, это звучит очень интересно и очень напряженно. За счет чего это происходит? Это происходит за счет того, что мы этими альтерированными ступенями как будто бы втягиваемся в нашу тональность, в которую должно разрешиться. Нота До Диез максимально близка к тонике и максимально близка к ноне. Мы можем разрешить ее и туда, и туда. Нота Ми бемоль максимально близка и к ноне, и к терции. Нота Ля бемоль максимально близка и к квинте, и к сексте. Нота Си бемоль близка и к сексте, и к септиме. То есть с помощью альтерированной ступени мы всегда втягиваемся в максимально близкую основную ступень до мажорного аккорда. Друзья, я на пару недель уезжаю в отпуск и не могу обещать, что на моем канале продолжится в это время какая-то жизнь. Но обязательно рассказывайте о прошедших выпусках сектора джаза, которых накопилось уже 21. Это уже немало. Наступает новый учебный год и я думаю, что эта информация может оказаться полезна очень многим. Рассказывайте своим друзьям, рассказывайте своим врагам, подписывайтесь, мне будет приятно. До встречи после отпуска. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»